Самарские новости спорта Матч в трех сетах обыграла представляющую Австралию Дарью Гаврилову со счетом 5-7, 6-3, 7-6. Матч продолжался 3 часа 11 минут. Павлюченко в один раз подала на вылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 8 брейкпоинтов из 13. На счету Гавриловой 7 эйсов, 11 ошибок на подаче и 8 брейков. Павлюченкова сравняла счет в личном противостоянии с Гавриловой 1-1. Для Анастасии титул стал 11-м в карьере и 3-м в сезоне 2017. Впервые в карьере спортсменка завоевала 3 титула за один сезон. Ворские хоккеисты ЦСКАВС сыграли очередной матч в ВХЛ против Южного Урала. С самого начала на площадке пошел открытый хоккей, команды много атаковали. Однако превратить количество в качество смогли только гости 0-1 к первому перерыву. Второй игровой отрезок начался с быстрой шайбы ЦСКАВС. Хозяева после гола прибавили, стали больше лезть на ворот, чем заставляли гостей удаляться. Арчане дважды использовали численное преимущество. Показалось, что хозяева нашли нить игры, но ЦСКАВС вновь вышли вперед. 2-3. Хоккеисты Южного Урала всеми силами старались отыграться. Однако на 58-й минуте самарские армейцы сделали счет 2-4, а спустя 30 секунд добили хозяев и установили окончательный счет 2-5. В рамках 18-го тура первенства ФНЛ самарские крылья советов принимали ротор из Волгограда. Хозяева начали матч очень активно, создали много голевых моментов. Мяч попадал в штангу и перекладил ворот ротора. Но счет в матче в конце первого тема открыли гости. На вес Ильи Ионова ударом головой замкнул Михаил Бирюков. Евгений Конюхов до мяча дотянулся, но парировать его не смог. Счет самарца сравняли на 61-й минуте матча после одного из многочисленных угловых. На вес Дениса Ткучука головой замкнул Сергей Корнеленко. 1-1. Этот гол стал восьмым для самарского бомбардира. Потеряв очки во втором матче подряд, самарцы отстали от лидирующего Енисея на 6 очков. Следующую игру в Аложане проведут в Краснодаре. Матч против Кубани начнется 21 октября в 18 часов. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи!